Легкоатлетический забег «Шахтер Трейл» уже стал традиционным спортивным мероприятием в Солигорске. В этом году количество участников увеличилось вдвое. Впервые на дистанции тысячи метров свои силы попробуют целые семьи. Ну а мы позже узнаем, покорилась ли эта дистанция им легко. В семейном забеге могли поучаствовать все желающие. Он не носил соревновательный характер, а стал общей акцией участников в поддержку здорового образа жизни. Более полутора тысяч человек выразили свое желание показать, насколько их семьи спортивные и активные. Забег своей семьей, когда ты держишь деток, бежишь. Прямо такое счастье, что они радуются и самому. Так легко, приятно, здорово. Физкультура дает здоровье, без которого нам не прожить. И по-любому нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Никогда не было такого. Интересно было участвовать с семьей. Настроение замечательное. Ребенок в восторге. Праздник такой насыщенный. Считаю, что отличная организация. Удался праздник. Забег «Шахтер Трейл» проходил в столице шахтеров уже второй раз. В этом году на соревнованиях зарегистрировалось более двух тысяч человек, среди которых спортсмены и любители бега из многих областей Беларуси, а также Украины, России, Италии. Поприветствовать участников приехали уважаемые гости. Такие праздники бега в центре города – это такая большая мотивация выйти, показать себя, ну и подружиться со спортом. Открыли республиканские соревнования «Детские забеги». Порядка 700 мальчиков и девочек боролись за звание лучшего на своей дистанции. Так, дети 6-7 лет бежали 150 метров, а ребята от 8 до 11 лет покоряли 300. Сегодня я пришла сюда с мамой, участвовала в забеге, мне очень понравилось. Быстро бежала, было нетрудно, дистанция небольшая для меня. Я стараюсь свою дочку посвящать уже не первый раз такие массовые забеги, стараюсь приобщаться к здоровому образу жизни, потому что когда видишь, что такое количество детей выходит, сообща на старт, это здорово. Сегодня погода способствует, у всех настроение отличное, мне кажется, это счастье. Эмоции у нас зашкаливают, она первый раз участвует, поэтому ей очень понравилось. Я сегодня участвовала в забеге, дистанция 300 метров, мне очень понравилось, потому что это были мои друзья. Участники взрослого забега стартовали в 14 часов. Первую часть трассы спортсмены пробежали вместе, затем они разделились на две группы. Одной предстояло пробежать чуть более 6 километров, а другая отправилась покорять 22. Все участники финишировали на центральной площади. Хорошая идея, нужно ее продвигать дальше. Эмоции переполняют. Первый раз, да, интересно, очень интересно. Быть здоровыми сегодня модно, с этим фактом не поспоришь. Спортивная волна легкоатлетических забегов буквально охватила всю меньшину. Проводятся традиционные шахтер-трейл в Солигорске, Кополь-трейл будет проводиться в Кополе, Язельская десятка уже 32-й раз будет проводиться в старых дорогах, В Мяделе водный забег, в Ратомке, в Раубичах, на территории Минской области эти соревнования традиционные. Родители ведут своих детей и показывают, что нужно пробежать, нужно показать то, что ты способен. Возможно, из них вырастут и олимпийские чемпионы. Все участники соревнований получили памятные медали с символикой мероприятия. Победители шахтер-трейл были награждены дипломами и денежными призами от 1000 до 100 белорусских рублей, а также сувенирами. Абсолютными лидерами на дистанции 6 километров стали среди женщин Анастасия Дашкевич из Минска, среди мужчин Сергея Кравченя и Житковичей. На дистанции 22 километра первыми к финишу пришли Светлана Санько из Минска и Микола Юхемчук из Украины. Солигарчанин Юрий Кривулько занял пятое место в категории 40 лет и младше на дистанции 22 километра.